Слава Христу! Что? Слава Христу, говорю! Не надо уже, пожалуйста. А сколько вам лет, если не секрет? А у вас такая клига есть дома? Ой, Жень, нет. Да, Настя! Мы просто в школе. Не можем показать. Сидим, вот давай. А сколько вам лет, скажите, пожалуйста? Вы не кричите сначала. Тихо. Что там нам мешает, девчонка-то? Че? Че? Че так? Иди нахуй. Двучки! Подожди! Давай! Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Нам просто интересно. 80. Хорошо вы говорите на 80. До свидания. До свидания. Я говорю, узнать больше. Как душу спасать, чтобы не погибнуть. А? Поближе присядь сюда, поближе. Микрофон возьми в руки. И какие-то вопросы задашь. Я вам отвечу. Я хотел спросить, у вас дома вот эта книга такая есть, нет? Нет. Видишь? Это святая Библия. Тут как Бог людям Сына отдал Своего на растерзание, Иисуса Христа. Через две недели Пасха будет. Пасха Христова. У вас храм-то есть там, церковь? Кем. Есть? Ну, надо сходить обязательно. Я немного понимаю русский. Понимаешь, что я говорю? Чуть-чуть. А все, плохо слышно? Нет, я немного понимаю русский. Ты же русская? Чуть-чуть. Ну, родители да, но я нет. А, нет. Ну, поэтому ты не понимаешь, что я говорю? Только мало так, да? Жалко. А то бы я тебе показал на наши ресурсы. Ну, верь в Бога. Молись и Господь да благословит тебя. Сходи в церковь, в церковь сходи ножками. И там батюшка есть. Подойди, благословись у него. И тебе будет хорошо. Храни тебя, Господь. Благослови, Господи. Да, добрый день, юноша. Дедушка, можно бы интересоваться, почему вы здесь? Потому что тут Содом и Гаморра. Разврат сплошной. И поэтому мы пришли сюда, чтобы людей ознакомились с волей Божьей. А я думаю, вы маленькие. Чтобы знали люди, что их ждет за это. Что блудники царствие Божие не наследуют. Вы только никому не позволяйте ругаться здесь. Да, да, я уже росло. И поэтому мы им считаем, молимся такой молитвой. Господи, пошли добрых проповедников, миссионеров в это место. Христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Чтобы людям возместить о любви Твоей, что Сын Божий Христос умер за наши грехи. И вот Пасха будет, и в третий день Он воскрес из мертвых. Мы молимся все время об этом. Понятно. Это ваша личная вот инициатива, да? Ну, это, как сказать, у меня близкий был духовный брат. Он 17 лет лежал парализованный. Нырнул и головой ударился, семь позвонков полетело у него. Из Воронежа Сергей Козлов. Здоровый такой, два метра был, детина такой. Ну и лежал, все болел, болел. И перед самой смертью он два ролика сделал в щад рулетка. Я посмотрел. Ой-ой-ой, какая тут беда, какие люди-то. Мне надо туда попробовать. Я стал молиться. Господь, дай мне талант Сергея, который умер. Я вот здесь нахожусь уже 70, наверное, 6 дней. 76 дней. И это не просто так. Я читаю Псалтырь, Евангелие. Встречаются люди, которые на наших ресурсах были. У нас большой видеоканал. У нас на видеоканале 14 800 роликов. Мы все снимаем. Наша поездка, которая была по всему миру. У меня 38 книг вышло из печати. Я дарил библиотеке мира. 650 городов посетили. Это благодать Божия. Это человеку нельзя перенести. Где мы только не ночевали. С кем не встречались. И все это позади. Прошли от... Живем в Барнауле. Дошли до Владивостока и до Лиссабона. При Балтику, Скандинавию, Север прошли. И мы выполнили то, что нам Бог повелел. Понял. А вы в какое время здесь находитесь? Что какое? В какое время? В какой? Сколько? Сколько? Сколько сидите? Когда ездили? Нет. Вот вы именно в час рулетки имеете. Ну, вот подряд. Если взять 76 дней. Нет. Вот сейчас вы вышли в эфир. Когда вы закончите? Ну, вот когда закончу-то. Ну, как время покажет. Сейчас идти, допустим, управляться надо или что-то. Вы просто попробуйте посидеть где-то в 9 часов вечера или в 10 часов вечера. И больше. Вот тогда вы увидите всю раскушку. Вот тут сколько людей попали, которые на нашем канале есть. Они встретились и меня там величают, знают. Все. Такие люди, которые знаем. А тут-то что? Половина мужиков голые валяются. Процентов 80 мусульмане. И анонизмом занимаются. И чем попало? Узарственно просто. И поэтому мы в этот садом пришли, чтобы людям рассказать о Боге. О вечности. Что поступающий так. Царствие Божие не наследует. Будет вместе с сатаной в огне гореть. Понял. Спасибо вам. Вот у вас, если будет желание, зайдите на наш YouTube. Во свете Библии называется канал. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Это я. Во свете Библии. Да. Попробуйте. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. А вот прям сразу YouTube канал. Да. Что, уже вышло? Я уже зашел, да. Вот так. И вы там, сколько там подписчиков? Сколько? Подписчиков сколько? Подписчиков сколько? 34 тысячи. Просмотров 33 миллиона. Да. Если у вас будут вопросы какие-то, вы по скайпу зайдите. Игнатий Лапкин, вы меня найдете. По скайпу. Так, с Богом. Все добро. Доброе. А вы знаете, что через две недели Пасха будет? Да. Вот так. У вас храм есть там, церковь? Конечно. Ну вот обязательно сходите. Да в последние две недели-то попаститесь. Поста не нарушайте. Хорошо. Хорошо. Вот. Мы пришли людям рассказать о Боге. Вот из этой книги все берем. А зачем нам о Боге рассказывать, что творим? Нет, нет, нет. Я послушаю внимательно. Так. Поближе микрофон. Что-то плохо слышно. Я слушаю внимательно. Слушаем внимательно. Ну, Господь сотворил первых людей Адама и Еву. Вы знаете? Да. Да. И когда они согрешили, Господь изгнал их из рая. И так прошло 5508 лет до рождения Христа. Да. И в 30 лет Господь Христос вышел на проповедь. А через три года Его распяли. Он умер за наши грехи, как агнец невинный. И мы это отмечаем. Ну, вот так. Вы можете зайти на наш ресурс. Называется «Во свете Библии» канал. «Во свете Библии». Заряди. Музыку там уберите, пока она мешает. «Во свете Библии» зарядите. Как написали? Мусульмане. Мусульмане тоже люди. Вот у нас такая книга главная, по которой мы проповедуем. Вот, посмотрите. Я знаю. Вот. А вот это знаете такую книгу, нет? Знаю, конечно. А теперь что написано? Прочитай. Смотрите. Как у вас дела? А кто вас учил так спрашивать? Все одинаково спрашиваете. Ладно. Что делаете? Что делаю? На вас смотрю. Понятно. В каком городе живете? Блин. Давай говорить о том, что нам полезнее всего будет. У вас такая книга дома есть? Да, есть. Библия, да? Да. Есть такая. Она говорит нам о жизни Иисуса Христа, который умер за наши грехи. И через три дня воскрес. Вот сейчас будет Пасха Христова. Через две недели. И мы будем друг друга как приветствовать? Христос воскрес. И воистину воскрес. Правильно. Молодец. Вот мы, христиане православные, спустились в этот счет. А тут Содом. Тут плохие дела совершают люди. Чтобы им рассказать о Боге. Я считаю тут Псалтырь, Евангелие, чтобы маленько у них уши продрать. Мы находимся... А вы в церкви работаете? Да, как? Мы все церковные люди. Брат у меня священник. Я штец. Мы находимся в городе Барнавуль, Алтайский край. Да. Я вот недавно ездил на соревнованиях в Барнавуле. Ну вот видишь как. Если вы зарядите «Восвете Библии» в Ютубе, вы выйдете на наш канал. Очень большой. «Восвете Библии». Вот запиши себе. Хорошо, подпишусь. «Восвете Библии». Подписываться, может, и не надо. Посмотреть. Ты удивишься. У нас 14 700 роликов. «Восвете Библии». Игнатий Лапкин. Это моя фамилия. Если по скайпу надо будет побеседовать, только заряди в скайп, Игнатий Лапкин. Сразу на меня выйдешь. Понял. Ну, открылась, а нет? Да, открылась. Ну, что там? Какой рисунок? Подождите. Если я сейчас выйду из чат-рулетки, я полностью выйду, я вас не увижу. А вам нельзя посмотреть наш канал сейчас «Восвете Библии»? Сейчас посмотрю. В Ютубе? В Ютубе. В Ютубе. Сейчас посмотрю. А посмотри. Какие интересные ролики у нас там. Как мы деревню строим православную. Как еще? Как называется? Во свете Библии. Во. Во свете Библии. Во свете Библии. 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 Игнатий Лапкин. Добавь. Игнатий Лапкин. Это моя фамилия. Его имя. И Игнатий. Канал про свете Библии. Открытый окон Игнатий Лапкин. Истина так. Ну, и что там на первой стороне? Какие там ролики стоят? Первые. Сейчас посмотрю. Вход в канал Гимн. Во свете Библии. А это вход только. Ты же выйди на первую страницу, если выйдешь. Я нашел. Первое видео называется. Пойди по дорогам и изгоним. Это из чати. Рулетка я записывал. Вам будет интересно посмотреть, как у нас богослужения идут. Как у нас митрополит служит. У меня брат. Ему 40 лет, как он священником. 3 февраля было. Понятно. Я начальник детского лагеря был. 45 лет. И там, как в детском лагере, как дети работают, отдыхают, купаются, ягоды собирают. И молимся, как в храме. У нас очень строгий порядок. Понятно. Мы каждый день в церковь ходим. Да. Но у нас суббота и воскресенье только богослужение идет. Понятно. А знаете, где Минусинск находится? Кто находится в Новосибирск? Минусинск. А, Минусинск. А это Красноярский край, туда. Минусинск. Да. Знаю. У нас там родственники живут. Вот я там живу. Вот там старобрядческий храм есть. Старобрядцы. Но. Вот. В Минусинске мы были. Были. В Минусинске в библиотеке есть в моих книге все 38 томов. Понятно. Можете взять, посчитать. Там я отвечаю на вопросы, веду занятия в университетах, проповеди. То есть очень богатый материал. А вот если поставить и так. Восстание Библии, не YouTube, а сайт. Называется сайт. Выйдите на сайт. Там мы... Вы сейчас видео снимаете? Ну, у нас все снимается. И себя увидишь. Пройдет время маленько. И увидишь, как мы хорошо с вами беседовали. Все, я понял. Да. Обязательно посмотрю. А как вы узнали, что записывается? Не знаю. Ну, просто вы сидите в чат рулетки. Думаю, вы записываете. Ну, вот видишь, как вот. Все увидел. Мы беседуем, читаем Евангелие, Псалтырь, чтобы люди уверовали во Христа. Потому что здесь Содом и Гоморра, самый настоящий. Бог выжигать это все будет. Безобразие творится ужасное. Тут процентов 80 мусульмане набились. Это у них в порядке вещей. А вы же русские, да? Да, мы все русские. Все, я понял. Все русские у нас. И у нас бороды никто не бреет. Посмотри на иконах в храме. Пророки, апостолы, Христос. Все с бородами. И ты тоже будешь пожилой, как сказать. Когда борода будет рассеять. Не надо трогать. У нас юноши, молодые совсем, все с бородами. Девушки все в платках. Вот зайдешь там, занятия с детьми. Прямо рядом там ролики идут. И ты увидишь, какие... А почему женщина на платке одевает в церковь? А так апостол Павел говорит первым посланием к Коринфянам. Если она молится без покрывала на голове, она постыжает свою голову. Все, я понял. Так. А мужчина, если в головном уборе молится, постыжает голову. Края бороды не портит. Вот какая она есть, такая должна быть. Посты соблюдать надо. Все, я понял. Ну, молодец, нашел где. Вот если в Мейл.ру... А мой мир можешь заходить? Мейл.ру. Мой мир. Да, могу. Вот. Заведи только Игнатий Лапкин. Я один с этим именем, фамилией. У нас там 22 тысячи, 430 фотографий наших. И от нас берут люди журналы, издают это, патриаршие. И берут картинки, фотографии с нашего Мейл.ру. Я по приколу взял. Ну, потом через компьютер найду вас. Я не понял, что сказали. Я потом через компьютер вас найду. Плохо слышно. Компьютер? Что-то? Компьютер? Через компьютер вас найду. А-а-а. Через компьютер. Это я понял. Ну, у меня стационар стоит. Поэтому намного удобнее это, чем вот эта мечица, там, когда снимают где-то. Четко здесь все. Мы свидетельствуем людям о Боге. Считаем, говорим. К своим ресурсам отсылаем. Вот так. Ну, понятно. Ну, ладно тогда, если вопросов нет. Есть вопросы какие-нибудь? Нет, больше. Хочешь, что мы рады? Ну, ладно тогда. Оставайся с Богом. До свидания. До свидания. То ли алименты боятся платить, от жены спрятались. И тут условия пользования брулетки как раз. Вы можете не курить, пока разговариваем? Да, конечно. Ну, подкосите, уберите ее. Я вам много полезного могу сказать. Мы свидетельствуем истины Господней. Чтобы люди знали, для чего они живут. Что на землю сошел Сын Божий, Христос, умер за грехи людей. И воскрес на третий день. Вот через две недели будет Пасха. Пасха Христова. Мы будем радоваться, что пост прошел. Семь недель поста. Осталось две недели. Человек не имеет права курить, потому что тело наше, вот это, это храм Божий. Храм. А человек его разрушает. Ты куришь, 12 лет жизни у тебя отнимается. Мало того, рак легких будет. И зачем он нужен-то? Труба выхлопная была бы на голове. Нет ее? У вас видно, как дым идет там еще. Ну да. Сатана это все придумал. А когда человек знает, что Бог есть, и он будет судить мир, то человек ведет себя по-другому. Он надеется на Бога. Видишь, так и не смогли вы отстать от папиросы. Дым из вас идет. Обманули меня. Я отхожу тогда от вас. Ну, давай. Сядь прямо, чтобы видно было. Ну, мы пришли сюда людям рассказать о Христе. Считаем им вот эту Библию. Видите? Кто желает узнать закон Божий. Потому что здесь много безобразий. Безобразий много. Содом называется. Тьма тьмущая. Вы знаете, что через две недели, два дня у нас будет праздник большой. Как он называется? Пасха Христова. Будем говорить Христос воскрес. А люди будут отвечать воистину воскрес. Вы верите в это? Да. Если Христос не воскрес, то мы еще во грехах. И спасения нет нам. Интересуют духовные вопросы о жизни, о вечности? Я не знаю, то ли вы не говорите, то ли не слышно, ни слова не слыхать. Не слышно ни одного слова от вас. Вот сейчас слышно. У нас большой Ютуб. Можете зайти. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Там 14 700 роликов. Вам будет очень интересно. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Все. С Богом. До свидания. У вас, может, какие-то вопросы есть духовные? Можете задать. Побеседуем. О душе, о вечности, о смысле жизни. У нас большое сокровище. Вот. А вы священнослужитель? А? А? Священник? Я не священник, брат у меня. Я штец. Ага. Довольно-таки интересно. Вы можете зайти на наш Ютуб. У нас очень большой канал. «Во свете Библии» называется. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У нас там 14 700 роликов. А вы что там снимаете? У нас все снимается. Мы строим православную деревню. Как была миссионерская поездка, у меня вышло 38 томов книг. Я решил их подарить в библиотеке мира. И вот из Барнаула мы дошли до Владивостока. А потом забросили туда книг. Дошли Лиссабона, Прибалтику и Скандинавию. 650 городов посетили. Все заснято. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Посмотрите. Я нашли? Нет, я пошел. Ага. Ну вот, если думаете по скайпу, если вам вспомните. По скайпу. Просто Игнатий Лапкин. Я один с этим именем. Побеседовать что-то надо. Потому что я на многие вопросы отвечал студентам. Я 56 лет работаю на этом деле. На какие вопросы вы отвечаете? А? На какие вопросы вы отвечаете? Любые. Политика, экономика, социология, религия, мусульманство, христианство, сектанты, буддизм, работа. 55 папок. Если зайдете в «Во свете Библии», сайт, зарядите, сайт называется. И зайдете, и там 55 папок. Вот так. А вы блогер? Вы это снимаете все? Да, конечно. У нас все снимается. И разговор наш записываете? Да, конечно. И вы себя найдете на нашем канале. Ну, я бы с вами пообщался, но, к сожалению... Ну, я вам покажу, сейчас съемка идет. Мы о хорошем говорим, нам скрывать не надо. Тем более, тут запреты... Ну, вы говорите, вопросы задавайте. У меня, может, личного характера вопрос. Ну, какие вопросы есть, можете задать, я вам отвечу. Не лично, не лично не надо, лично. Вы как-то так сделайте, чтобы не ваш вопрос был, не лично. Ну, ладно, а как вы относитесь вообще к позиции, точнее, как правильно сказать, к внутренней политике страны вообще? Ну, а какая тут внутренняя политика-то? По конкретному вопросу. Это многогранное дело. Отношения между республиками, политика идет. Внутри только, которая страна, здесь разделяется на разное. Социальное положение, то, что отношения с депутатами, к президенту. Там, митинги. То есть, это очень много вопросов. Ну, вас устраивает? Ну, давайте начнем с финансового положения вообще. Никудышная. Ограблена страна. Ее перекачали в Израиль, да в Америку. 72 года советской власти. Работали задаром. А тут в ночь все разделили. Березовским, да Абрамовичем всем. Все тут понятно. У меня вот пенсия. Мне 80 лет. 35 лет трудового стажа. И у меня пенсия 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. Да 8 тысяч на ЖКХ не хватит даже. Но я живу, я верующий, я не ропщу. Я благодарю Бога. Я сытый. А мы вот мясо не едим пить, не пьем. У нас немного идет. Тем более дом частный. Тут только на уголь, на дрова. Вы вегетарианец? Да, я мясо не ем. Не вегетарианец, а просто мне не надо. У меня хорошее здоровье, и это лишние деньги. А мясо едят, это лишние тромбы и бляшки. А я знаю то, что по-научному на дров мясо положено есть. Там очень много белков, жиров и углеводов. Знаете что? Погромче. Тихо. Микрофончик возьмите к себе поближе. Поближе. Поближе.